Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Крыльев Советов стал белорусский специалист Вадим Скрипченко. Еще вчера он тренировал Урал из Екатеринбурга. Его уже бывшая команда, как и Крылья, находится в зоне вылета из Премьер-лигии, занимает 13 место. Советы последние, 16 место. Скрипченко уволился после разгромного поражения от Грозненского Терек 1-4. Тренерский штаб Самарцев остался от бывшего наставника Франка Веркаутерона. Скрипченко предстоит трудная задача. Первый матч за Крыльев Советов он проведет против своего бывшего клуба Урал. На Металлурге в субботу, начало в 5 вечера. Тольяттинские гандболистки, наоборот, не знают вкус поражения. В шестом матче Чемпионат России Лада в гостях победила Ижевский университет. Без главного тренера Ливона Акопяна и лидера команды Дарьи Дмитриевой. Хотя в дебюте поединка студентки влили в счете 8-4. Ладу привел в чувство тайм-аут и уже после первого тайма Тольяттинки выигрывали одну очко. Во втором отрезке времени они доказали, что могут результативно играть и без олимпийской чемпионки Дмитриевой. В составе финальный свисток зафиксировал победу Лады 30-25. И теперь она на втором месте в Суперлиге. Ростов-Дон пока на первом. И еще одна победа тольяттинских спортсменов. Александр Дмитренко успешно выступил на чемпионате Европы по кикбоксингу. Соревнования проходили в столице Словении – Морибори. В трех разделах – лоу-кик, легкий контакт и К1. За медали сражались более 500 бойцов из 40 стран Старого Света. Одним из триумфаторов соревнований стал итальяттин Дмитренко. Он проиграл только в финале в категории К1 и завоевал серебряную медаль. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. КОНЕЦ